Вот я проснулся в этот прекрасный день и просто горю желанием перевернуть всю автомобильную индустрию в игре, которая называется CarDealer. Ну а меня зовут Перпятум или же Александр, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Вы знаете, что дела идут в гору. А я еще в комментах порылся и узнал много интересных вещей, которые я попробую сегодня применить на практике. И да, если вам понравится этот ролик или вы захотите поддержать канал, вы можете сделать это с помощью лайков. У нас тогда будет становиться все больше, а значит и советов больше. В общем, одна только польза, друзья. Итак, пока я болтаю, надо уже начинать работать, друзья. Благо, магазин у меня высокотехнологичный и я могу открывать его дистанционно, это здорово. Что ж, посмотрим, у меня есть машина номер один, у меня есть машина номер два и у меня есть 1200 баксов. И посмотрите, первый посетитель идет. Тут я попробую использовать лайфхак, который раньше не применял. Сейчас мы посмотрим, работает он или нет. Заходит сюда, значит, посетитель. Блин, их тут двое, да? Ну ладно, испробуем на... Он купил! Ах да, я ж в минус ушел. Попробуем на женщине. Я закрываю дверь и, по идее, она будет обязана купить. Ну, она, в общем-то, и купила. Хорошо, давайте возьмем какой-нибудь нормальный автомобиль. Это будет ВМБ, ВМБ Берзи. И в этот раз я цену установлю нерекомендуемую. Я цену установлю выше 20 тысяч долларов. Вот так оно получается. И, по идее, даже за эту стоимость автомобиль может кто-то приобрести. Посмотрим, так ли это. Короче, готовлю свой автомобильный капкан. Кто-то заходит сюда, и я такой... Ха-ха! Пока не купишь, ты не уйдешь. Ты в заложниках. Можешь жаловаться, можешь кому-то рассказывать, что там тебя в автомобильном салоне заставили покупать машину. Но тебе все равно никто не поверит. Что ж, посмотрим. Мне хочется это очень затестить. Буду надеяться, что все получится. Так, машина 15... А ее не купили, да? Она просто была еще не готова. Ладно, она теперь готова. А оно и к лучшему, друзья. У меня есть за 20 тысяч тачка раз, за 15 тысяч тачка два. Я даже выше поставлю цену. Рекомендуемая 15. Пускай будет 20. Две тачки по 20 тысяч. Тут я еще установил автоматическую покупку. До сих пор не понимаю, что это значит. Но ладно. Потестим. На что это влияет? Тут как бы ее нету. Там она есть. Неизвестно. Осталось только привлечь как-то сюда посетителей. А вот это уже сложно. Для этого потребуется маскот. И я его куплю с первых же денег. С первой прибыли. Наверняка этот парниша действительно полезен. Так, я готов. Ловушка активирована практически. Тебе не уйти. Дверь закрыта. Смотрим, работает или нет. Я до сих пор не понимаю. Может быть это была... Случайность. Отчего мне сказали, что надо закрывать дверь? Когда человек заходит. Я не понял тогда ничего. Может быть имелось в виду, надо закрывать дверь, когда я ухожу домой? Эх, мне аж грустно как-то стало, если честно. Немножечко. Самую малость я взгрустнул. Мне так обидно. Ну ладно. Ну ладно. Купи. Посмотри, я ведь плачу. Взгляни в мои глаза. Умойся моими слезами, сволочь ты гадкая. Никому. Никто меня не жалеет, друзья. Не жалко меня этим людям. Никто меня в этом городе не любит. Они даже не видят меня. Они считают, что я не существую. Купи я. Может реально цену я поставил слишком высокую. Ну давайте так. Подождем еще одного или двух покупателей. Посмотрим, купят они машину или нет. Может быть 20 тысяч это действительно много. Давайте поставим 18. Окей. А здесь рекомендуемое, по-моему, было 16 200. Да. То есть мы на 4 тысячи сделали цену больше. По идее может сработать, но я не знаю. Вот хочется с горя, с тоски пойти и все деньги проиграть в байкерском клубе. Ну я уже это делал и делать этого опять не буду. Эх, если бы не несколько моих ошибок. Возможно у меня маскот бы уже где-то тут танцевал, плясал и кричал. Вау, люди добрые, честные народы. Заходите, залетайте, покупайте. Но пока такого нет. Магазин перепроверю. Да, он действительно открыт. В чем тогда дело, я не понимаю. Хоть иди по мусоркам, пытайся что-то собирать. Жаль, в мусорках здесь ничего нету. В таких играх всегда в мусорке должно что-то лежать. Это правильно. Ой, ну-ну, зайди. Отлично! Отлично. Они увидели меня возле мусорки и подумали, что я бомж. Мне нужна помощь. И окажут ведь ее. Не покупают. Похоже, по суперзавышенной цене никто ничего покупать не будет, друзья. У-у. Мне кажется, дело в цене. Почему тогда так? Ну, я пользуюсь советами, которые мне давали в комментах. И... Давайте 16 тысяч. Понизим. Может, дело в том, что машины хреновые? Ну, не знаю. Эта машина офигенная. Здесь 700. Да, 599. Как положено. Надо, чтобы в конце было 99. Чисто психологический барьер такой. Оп. Оп. Близняшки. Если бы вы пришли утром, вы бы уехали на одинаковых машинах. Но сейчас... Вы будете отличаться. Близнецы не обязаны быть похожи друг на друга. Каждая из вас отдельная личность. Вы индивидуальности. Давайте. Купили. Ну... Да. Небольшая наценка все-таки дала свои плоды. Это здорово. Что ж, покупаем себе маскота. Посмотрим, на что маскот способен. Так. С Донки Дин. Килохранители. Олеги. Потапы. Фрилансеры. Я могу сделать сайт для вас. Таким образом, больше клиентов приходят в магазин. Да, это круто, но... Начнем с маскота. А, в принципе, сейчас смысла нету его покупать. Я уже спать хочу. Купим завтра с утра. Купи машину. Под конец дня. Ну, офигенно будет. Ладно. Ой. Не так. Всего лишь 15999. А, автоматическую покупку ее уберу. Я не знаю, что это значит. Может быть, именно из нее машину и не покупают. Она простаивается. Возможно, это так. Хорошо. Пока людей нету, давайте поглядим. Какие машины еще нам доступны за эти деньги? Мерсо RDX. Звучит достойно. Зерари, конечно, классная. Вау. Аничан Тофаск. Аничан 350ZX. Офигенно. Амбо. Ну, тут вообще безумные цены. Мне нравится Аничан Тофаск. Офигенно выглядит. Красивая машина. Хотя это, конечно, покруче, пободрее. Да хватит моргать, чувак. Я в жизни не моргаю так медленно, как ты в этой игре. Вообще, хотелось бы Морд вот этот купить. Ну, ладно. Давайте. Хочу вот эту тачку. И рекомендуемая цена 18. Ну, давайте за 20. Пускай стоит за 20. И как раз деньги останутся еще и на маскота. Опачки. Я уже хотел идти спать. Может быть, ты вовремя пришел? После работы зашел. Нет, не вовремя. Ладно. На сегодня рабочий день заканчивается. Добились мы не многого, но зато завтра маскот. Поглядим, поглядим, насколько он эффективен. Двери закрою. Наверное, их действительно нужно закрывать. На всякий случай. Да, закрылись. Хорошо. Пожелайте мне, друзья, сладких снов. И хорошего завтрашнего дня. Кстати, вы видите, что единственный частный дом в этом городе мой. Это большого стоит, друзья. Земля здесь не дешевая. Значит, и за дом я отдал много денег. Лучше бы вложил эти деньги в автосалон. И закупил еще несколько машин. Пользы было бы больше. Так, самые ультратачки. Я уже здесь. Машина готова. Но она офигенная. Закрыто, открыто. И давайте маскота возьмем. У нас есть панда, есть медведь. Ну, не знаю. Панда, наверное, поприкольнее. Только она какая-то грустная. Но плевать. Плевать. Где маскот наш? Вот он. Он выглядит жутковато. Не знаю, кого он может привлечь. Но выглядит он жутко. Ха-ха. Окей. Купишь машину? Нет, я хочу ее рассмотреть со всех сторон. Просто она довольно красиво выглядит на самом деле. О, опять близняшки, девочки. Я знаю, что ты прекрасная покупательница. Я знал это? Я, черт возьми, это знал. Пять рублей в карман на ровном месте. Пожалуйста. Будьте добры. На. Хочу еще такую машину. Очень она мне понравилась. Даже с наценкой ее захотели брать. Тут наценка всего лишь 999 долларов. Ну как 999? Дополнительная наценка 999. Но все равно брать ее не хотят. Кстати, а люди-то действительно активнее посещают магазин? Они действительно посещают магазин активнее. Покупателей стало больше. А если нанять еще одного маскота? Покупателей будет еще больше. Короче, машина эта говеная. Никогда не покупайте Mort Ballet. Буллет. Хрень. На постном масле. А вот этот зверь. Просто поглядите на него. Какой он изумительный. Ну не машина, а мечта настоящая. Класс. Купи ее. Ну купи. Она же спортивная. Видно. Может быть это просто колхозный обвес, но... Разве не классно она смотрится? О. Офигеть. Я бы сам сейчас сел бы и уехал бы отсюда в другую страну. Уж в этой стране покупатели хреновые, как вы видите. Ну тут тоже морда в принципе ничегошная. Для городской машины то, что нужно. Но это... Смотрите, сейчас купит ее. Ее невозможно не купить. Ну ладно. Так, хорошо, хватит любоваться автомобилем. Он вернулся. А ты откуда вообще вылез? Тебя там не было. А этот товарищ возвращается и... Купи, а? Ну купи! Я сейчас вообще за пол цены багрю. Это кусок... Хрени. Короче. Она по другой цене не продается. Просто не хочет продаваться. Только... А не чантофаск. Давай, поверни. Ну ладно, купи эту, хорошо. Ну этот, смотри. Купит сейчас. Вот прям... А? А? Предсказание? Самое настоящее предсказание. Короче. Хочется теперь купить что-то прям реально серьезное. Мощную тачку. Но стоят они... Блин. Дорого. Ну что это за Мерса Юкун? Ну что это такое? Вот Мерса АМК GT. Вот это уже, понимаю, пушка. Мерса Брут. Ну... Ну давайте Мерса Брута возьмем. За 27 у меня он будет продавать. Все деньги я вкладываю в этот Мерса Брут. Типа он брутальный, видимо. По идее тачка... Ну она мощно выглядит, слушайте. Мощно. Но мне больше нравилась первая. Не люблю такие большие джипы. Мне больше нравятся вот... Такие грубые спортивные машины. Такс. Ну что я могу сказать? День только начался. Маскут уже себя купил, дружок. Ты уже себя купил. Ты же понимаешь это, братишка. Опачки. Мерса Брут появился. Ну слушайте. Она реально гигантская. Она реально огромная. Ну... Так... Она купила ее. Она купила ее. Мерса Брута. Два штуки. В магазине. Просто за счет того, что они хорошо продаются. Наверное. Так бы я сам, конечно... Не стал бы пользоваться таким автомобилем. Скорее всего. Ну ладно. Еще покупатели. А купишь ведь? Зайди-ка. Нет, ну прибыли реально офигенные. За этот день вообще... Если сейчас еще Мерс Брут уйдет с молотка, то это прям мое почтение. Ну-ка. Может так ее повернуть? Так она не особо хорошо смотрится. Ну, нормалды. Мешает только домик. Ты зашла, не купила, да? Ладно. Ты и купишь. Мужик, вот это мужицкая тачка. Вот что я могу сказать. Кстати, номера отличаются. Вы заметили? Здесь оранжевые. Здесь красные. Как ни крути. Видимо, на каждой платформе будет машина с отдельным номером. И что-то Мерс Брут пока не пользуется такой популярностью, как предыдущая машина. А не ее чит-то фаст. Она прям реально разлеталась, как горячие пирожки. Будь у меня возможность, я бы заставил тут все ими, этими машинами. И это было бы действительно круто. Пока я стараюсь идти просто в плюс. На дорогие тачки я даже и не целюсь. Ну, в смысле наоборот. Целюсь на дорогие тачки. Не пытаюсь сделать разнообразие в автосалоне. Хотя, наверное, это было бы правильно, чтобы у меня были и дешевые, и дорогие, и ультра дорогие, и вообще прямо самые дорогие. Хотя все тачки тут ультра. Но не дорогие. Но просто ультра. Ну, что? Дело в наценке. Три рубля, это не такая большая наценка. Ну, а сегодня поторгую еще с такой ценой. Если не будут покупать, сделаю ниже. Может, я даже больше времени трачу, чем нужно, на анализ цен. Ну, не знаю. По-моему, нормально. Да, спадки хочется. Ну. Ну, 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 ну. Эх вы. Салаги, салаги. Что ж вы, блин, делаете? Нет, ну серьезно. Вот с утра я был такой радостный. Ну да, утро, вечер, а мудренее, лучше. Настроение офигенное. Я не знаю, например, у меня настроение утром круче, чем вечером. В игре, видимо, тоже это как-то отображается. Она перенимает мою энергию. Хе-хе-хе. Я, я, я. Иначе объяснить не могу. Давай. Ааа, хорош. Ой, хорошо, взял бы тебя за лысину, да потер бы. На удачу. И ты возьми. Не хочешь. Ну ладно, уже все равно поздновато. Можно салон закрывать. Продажами займемся, друзья, уже завтра. И на этом пока все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok